МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это человек, который собирает залы совершенно спокойно, и эти залы выходят под большим впечатлением и наполнены хорошей положительной энергетикой. Грузинский музыкант грузинского происхождения Валериан Шуакашвили. Кроме того, хочется начать говорить о нем, о его встречах с такими личностями, для которых он играл. Это были Маргарет, Тетчер, Папа, Иоанн Павел II, Михаил Горбачев, Эдуард Шевернадзе, Софи Лорен, Джордж Буш, Клауди Ашифер. И этот список еще не заканчивается, он продолжится. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот такая богатая, но я так понимаю, что еще список богатый, но он еще будет продолжаться. Вас ждут во многих городах, во многих странах. Мы рады, что вы нашли возможность посетить не первый раз Одессу. И расскажите о концерте, который состоялся 18 числа. Как вам публика, как вам атмосфера? В первую очередь я хочу вас поблагодарить, что вы меня пригласили. Я очень рад. И, конечно, любой концерт в любой стране, это очень ответственно. Особенно ответственно играть в этом городе, так как я знаю, что Эмиль Гиллильс, который родился и практически вырос здесь, Владимир Горовец, который отсюда, еще очень многие музыканты, которые покоряли весь мир. Играть в таком городе, как Одесса, это очень волнительно, это очень престижно и это очень ответственно. Для меня была, конечно, большая ответственность играть в этом городе. И я выбрал уже на второй раз, я выбрал уже довольно-таки сложную программу. Я целиком играл произведения Людвига Ивана Бетхоина. Я в первое отделение играл сольное произведение, я играл 32 вариации Бетхоина, 17-ю сонату, Келизе. И во втором отделении я уже с оркестром, с очень хорошим оркестром, и с очень хорошим дирижером, я уже сыграл пятый концерт Бетхоина. Я очень волновался. Почему? Потому что репетиция была до концерта с оркестром. И мы вот с Виталием как-то вот ловили друг друга. Это было очень забавно перед выходом. Я уже не очень волновался. А публику Одесскому словили? Ну это я уже с первого концерта. Я почувствовал. Я удивлен просто. Мне сказали, что очень много молодых граждан этого города были на концерте. И какая была тишина, как они умеют слушать. Я, поверьте, я играл во многих странах, и довольно-таки в больших залах. Но не могу сказать, что это только в Одессе, но очень мало, где вот есть культура слушать. Одесса имеет эту культуру, да? Одесса имеет, да. И я знаю, почему имя. Потому что Одесса очень музыкальный город. Я уже сказал. Ну, предлагаю посмотреть небольшую информацию о вас. Мы назовем это досье. Пусть и телезрители узнают о вас больше, те, кто не знаком. Пожалуйста, покажите материал. Валериан Шиукашвили. Родился 11 ноября 1975 года в Тбилиси. Играть начал в 12 лет. Свой первый приз музыкант получил в 1992 году на Международном конкурсе юных музыкантов имени Чайковского. В 2003 году стал обладателем степени магистра Тбилисской государственной консерватории. Музыкант является основателем и ректором Академии искусств Грузии, которая функционирует с 2010 года. Академия помогает одаренным детям в развитии таланта и готовит к выступлениям на международных музыкальных конкурсах. Валериан Шиукашвили – лауреат многих международных конкурсов пианистов. 24 года пианист основал национальный конкурс, который назвал в честь своего учителя профессора Нодора Габуна. В 2013 году конкурс получил статус международного. В 2015 году он стал членом правления Международной федерации конкурсов и фестивалей. Исполнитель совершил записи 11 CD-альбомов. Академия искусств Грузии. Вы очень много путешествуете, но тем не менее… Ну, я не имею в виду, отдыхаете по работе, да? Когда успеваете заниматься Академией? Вы ректор? Да, я ректор. Да, я напоминаю вам, вы ректор. Во-первых, хочу сказать, что Академия, ну, она уже создана где-то уже 5 лет. И мы очень много, многим детям из регионов помогаем. Мы отвозим их на разные международные фестивали, на конкурсы в разных странах. У нас и в Грузии проходят очень много фестивалей, мастер-классов. В этом году грузинский университет, университет Грузии, предоставил нам здание, и мы открыли музыкальную школу. И сейчас вот мы уже собираем талантливых детей с разных регионов и всячески помогает университет и ректора университету, чтобы этот университет как-то встал на ноги. И мы хотим уже приглашать не только профессоров консерватории, профессоров нашей страны, разных городов, но и друзей наших, наших друзей с других городов, с других стран. И это у нас, по-моему, нормально получается. А желание благотворительностью заниматься, оно к вам пришло как быстро? Вы знаете, я начал очень поздно играть, и все мне помогали. И как вот воспитаешь, наверное, человека, так и, наверное, от него тоже исходит то же самое. Это у меня не потому, что я на этом зарабатываю или я получаю что-нибудь. Это у меня какая-то вот потребность, чтобы мы... Я учился у гениальных музыкантов. Я и в Московской консерватории учился очень довольно-таки большое время, и в Тбилисской консерватории, и учился еще в Барселоне. То знание, что я получил, я обязательно хочу передать следующему поколению. И я думаю, что любой музыкант, он должен сам расти в будущее поколение. И мы как-то вот стараемся... Чувствуете ответственность за это? Да, по-моему, любой музыкант чувствует ответственность за это. Давайте посмотрим вашу игру для зрителей, которые не имели возможности насладиться. Я ее прямо сейчас покажу. Я ее прямо сейчас. Я ее прямо сейчас. Я ее прямо сейчас. Вот скажите, что нужно делать, сколько нужно учиться, чтобы так играть? Поделитесь каким-то секретом и опытом с начинающими пианистами. Есть ли они? Нужно, наверное, просто жить этим делом. Ну, музыке нужно посвящать всю жизнь и не требовать от нее отдачи. Наверное, это такое правило. Обязательно требовать, потому что вы иначе не получите. Я имею в виду не финансовый вопрос. В денежном эквиваленте отдачи? Или это все это зрительская аудитория и ее реакция? Нет, от самого себя. От самого себя. Требовательным должно быть только к себе. Ну, вот пользуясь случаем, вы много где бываете, разные страны. Есть вот ощущение, что где-то сконцентрированное, большой потенциал у людей. Вот где больше всего, вам кажется, растет талантливых музыкантов? Вы знаете, я настолько люблю свою страну, что у меня ощущение, что это все происходит в Грузии. И якобы вот центр вот этого всего мирового творческого, так сказать, искусства, это все у меня в городе, в моем... Где я нахожусь, может, как-то музыка во мне, понимаете? Вот как бы я вот эту музыку вожу с собой и хочу всеми поделиться. Даже такие мои друзья, вот музыканты, то есть не музыканты, вот я умудряюсь как-то вот им объяснять вот что-то. А бывают они, когда вы не хотите играть и вообще подходить? Приходится, приходится играть. Но бывает. Да, бывает, конечно. А это уже называется профессионализм. Работа. Ну, я вообще не понимаю, что значит, как может... Вот не совмещается, где музыка, а где вот работа. Вот работа, вот... Ну, вот что вы делаете, это работа. Вы разве не любите вот это делать? Любим. Все. С 15 до 21 на 20. Ну, у нас бывает побольше. У нас бывает работы побольше, но мы... Это время очень быстро идет, потому что мы живем этим. Мы не работаем, мы этим живем. Как понять человеку, чтобы не тратить время? Потому что есть многие, просто десятки, сотни, тысячи людей, которые отзанимались музыкой и, закончив обучение, больше к ней никогда не возвращаются. Как понять родителю и ребенку, что не нужно заниматься? Или наоборот, да, нужно? Надо. Заниматься может любой, потому что все рождаются одинаковыми. Я не верю, что вот он родился талантливым, а вот второй родился бездарем. Все можно развивать. Все можно развивать. Любой талант. Любой талант можно развивать, потому что все мы одинаково рождаемся, да? Но, но надо подыскать правильный путь и поставить ребенка в правильном направлении. Вот у кого-то развит музыкальный слух, у кого-то там спортивный, у кого-то там, я не знаю, может быть, даже политический, у кого-то там педагогический. Вот надо на правильный путь ставить человека, а потом дать возможность, пусть сам исправляет ошибки. Перед тем, как последний вопрос зададим, я задам еще один, он будет в предпоследнем, подсказывает, две минуты у нас остается. Вопросы политические вам можно задавать? Вообще, человеком не политики, я не политик, я абсолютно не политик, но если вы хотите, вы можете задать вопрос, если я смогу ответить. Ну вот Михаил Саакашвили, человек, который... Да, очень уважаемый человек, нами всем. В Грузии? Я бы не сказал, только в Грузии, но в Грузии в том числе. Вы ожидали победы партии Михаила Саакашвили в Грузии на последних парламентских выборах? Вы знаете, дело не в этом, ожидал, не ожидал. Вы хотите, чтобы он вернулся? Конечно. Конечно. Да. Это вы... Вы понимаете, вот если вот меня, честно, спросить, вот вам очень везет, потому что у вас есть такой талантливейший человек. Я в политике не разбираюсь, я не знаю, что правильно, что неправильно. Но в талантах, в людях, поверьте, это я точно знаю. Значит, нам повезло. Скажите, пожалуйста, по поводу следующего приезда в Одессу. Две минуты стекло уже. Это было две минуты моей коллеги, теперь у меня мои две минуты. Следующий приезд в Одессу ожидается? И какие-то... Ну, если пригласят, я обязательно приеду. Потому что Одесса умудрилась заставить меня себя любить. Я обожаю эту публику, обожаю эту оперу, и очень мне нравится здесь. Я чувствую, как в родном городе себя. Это прекрасно. Ну, благодарим вас, что нашли время. Нашли время немного, но поговорить с нами и с нашим телезрителем. У нас в гостях был музыкант Валериан Шеакашвили. В гостях мы уже говорим вам до свидания. Спасибо, что были с нами 20 октября, четверг. Прерываемся на новостной блог. Алла Есина расскажет о самом главном, что произошло в нашем городе и в стране. Вам желаем всего хорошего. До встречи завтра. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»